Всем доброго дня! Добро пожаловать в дневной эфир. Многие, наверное, посмотрят в повторе, потому что люди привыкли смотреть вечернее время по Москве. Но сегодня я выйду в днём в эфир для того, чтобы потом мы поделились в группах и вы успели обнаружить этот эфир у себя в лентах. Всем доброго дня, кто будет смотреть. Заранее благодарю тех наших подписчиков, которые будут делиться нашим эфиром. Так как моя русская страница благодаря нападкам заблокирована, поэтому я буду выходить из других страниц. Рассчитываю, что все, кто будут смотреть мой эфир, мои именно подписчики, обязательно поделятся эфиром для того, чтобы те люди, которые не могут меня найти на русской странице, могли тоже посмотреть этот эфир. Сусанава Гемян, добрый день! Всем большой привет! Несколько тем хотел обсудить в сегодняшнем эфире. Очень много вопросов задают наши подписчики, которые хотят прилететь в Армению из России о правилах перелёта. Галина Лахвердян, тоже добрый день! Ангейн, Светлана Бабаджанян, приветствую обеими руками всех, кто заходит в эфир. Значит, насчёт полётов из Армении в Россию и из России в Армению. Особенно много вопросов задают те армяне, которые летят из... Спасибо большое, Анна, спасибо. Особенно много задают вопросы те армяне, которые из России летят в Армению. Значит, напомню правила перелётов. Вы, если летите из России в Армению... Арсен, Канада, большой привет! Вот чем полезны дневные эфиры, да, что наши армяне из Канады могут посмотреть. Вообще, мне кажется, днём иногда надо делать эфиры, чтобы охватывать тех подписчиков, да, Арсен, которые живут в других частях планеты. Как вы думаете? Спасибо, Армяне, спасибо. Итак, если вы летите из России в Армению, то вам не нужен тест. Тест вы можете сделать... То есть, нужен вам тест, только вы тест можете сделать в аэропорту Звартноц. Вот у вас есть два варианта. Или сделать тест в России за три дня до вылета. За 72 часа тест должен, да, работать. Или вы тест можете сделать в самой Армении, в самом аэропорту Звартноц. И вот в Звартноце это будет стоить 15 тысяч драмов. Это примерно 2500 российских рублей будет вам стоить тест. Вы можете сделать его в Звартноце. Вы сдаёте тест на коронавирус и сразу же покидаете аэропорт. То есть, вы дальше можете двигаться. Ответ теста вам придёт на электронный адрес, который вы укажете. В течение 7 часов вам придёт ответ. То есть, он должен обязательно прийти. Возьмите телефон тех, кто у вас брал тест и держите с ними связь. В течение 7 часов они должны ответить вам, каков результат вашего теста. Если он отрицательный, значит спокойно гулять. Если положительно, опять-таки, вы можете спокойно проходить лечение у себя дома, у своих родных, там, где вы остановитесь. А в самолёт без теста пускают? Абсолютно, да. В самолёт пускают без теста вас. То есть, вы в России просто проходите паспортный контроль. И вас без теста пропускают в самолёт, когда вы летите в Армению. То есть, этот тест на самом деле нужен самой Армении. И Армении, когда вы будете выходить... Артёма большой привет. Поздравляю от всей души вашего сына Хорин. Вы часто нам пишите спасибо большое за доверие, за верность. Пожалуйста, передайте от всей души поздравления вашему сыну. И я желаю ему, чтобы он рос счастливым и хорошим парнем. Итак, ещё раз напомню, что когда вы садитесь в самолёт, когда садитесь из России в Армению, неважно, в Гюмри вы летите или в Ереван, неважно, из Новосибирска вы летаете, из Анапы, из Сочи, из Москвы, вам тест нужен только для того, чтобы его предъявить самой Армении. То есть, вы можете сделать тест в России, но желательно сделать его в аэропорту Зваркнос и спокойно выйти. Теперь, что касается тех, кто улетает из Армении в Россию. Когда вы улетаете из Армении в Россию, вы должны тест сдать самой России. То есть, в Армении тест не нужно сдавать. Когда вы улетаете из Армении, вы тест сдаёте на территории Российской Федерации. Если вы граждане России, вот запомните, если вы граждане России, то вы когда улетаете из Еревана или из Гюмри, тест вам надо сдавать в России. То есть, вам надо зарегистрироваться на сайте госуслуги, если вы граждане России, сдать тест в самой России в течение трёх дней и прикрепить результаты этого анализа к своему личному кабинету на сайте госуслуги. Если вы граждане Армении и вы вылетаете из Армении в Россию, то вам нужно загрузить приложение COVID, путешествуем без COVID и сделать тест в самой Армении, прикрепить его к этому приложению. Отрицательный тест. Дорогие друзья, напомню, что слухи о том, что нужна какая-то справка о вакцине, о вакцинации не соответствует действительности. Вы можете спокойно летать в Армении, спокойно возвращаться. Ирина Тараева, доброго дня. Приветствую моего друга Ирину Тараеву, творческого, потрясающего друга. Очень люблю, уважаю и очень, кстати говоря, скучаю. Ребята, напомню, что сегодня также я говорил о том, что я буду обсуждать тему решения России. До 15 июня российские в России попросили покинуть территорию страны всех, кто является нелегальными мигрантами. Сейчас подробно об этом расскажу и далее мы перейдем к одной из главных тем. Это рабовладельческий строй, который был в армянской армии. Я вам сегодня расскажу о сенсационных вещах, которые вы до сих пор не слышали. Но сначала о мигрантах. Напомню, что в последний год большое количество людей, граждан Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана не по своей воле оказались на территории России и не могли выехать в свои страны. Поэтому Россия позволила этим людям находиться без регистрации на своей территории. 15 декабря президент России Владимир Путин продлил на полгода это решение до 15 июня. Собственно говоря, 15 июня это решение истекает, то есть сила этого решения заканчивается и соответственно с 15 июня эти люди, если будут пойманы, будут депортированы на много лет. Поэтому желательно до 15 июня покинуть территорию России для того, чтобы у вас потом не было серьезных проблем. Поэтому я вот собираюсь об этом сказать, что желательно покинуть территорию России, а потом уже заехать и сделать регистрацию, как того требует законодательство Российской Федерации. Ну а теперь скажу, что мы с вами знаем, какая травля идет против меня. Это делает отдельная армянская организация, их представители, которые страшно завидуют тому, что у нас такая огромная команда и такой объем работы мы делаем. На самом деле мы наступаем на пятки организациям, отдельным священникам, послам. По сути мы не просто дублируем их работу, а делаем ее намного образцовее, намного правильнее. И это очень сильно раздражает людей, которые завидуют. То есть они заходят в Facebook, они заходят в Instagram. Их раздражает количество лайков, количество комментов, их раздражает доверие к моей работе, к нашей с вами работе. И самое главное, их раздражает правда, которая публикуется в моих эфирах, статьях, постах. Они раздражаются, что люди верят в правде, а не их лжи, которые они многие годы толкали. Мне очень жаль, что целые организации тоже вошли в эту историю. Здесь, конечно, и телеграм-каналы. Я уже говорил, что многие телеграм-каналы оплачиваются членами семей экс-президентов Армении. То есть телеграм-каналы оплачиваются ими. И с этих телеграм-каналов они пытаются настроить людей против нашей команды, против меня. У них ничего не получится, потому что в этих телеграм-каналах в большинстве с вами сидят карабахцы. Карабахцы, которые не объективно вообще реагируют на любую информацию. Мне очень жаль. Но зато у меня есть много артсавцев и карабахцев, которые поддерживают нашу работу обеими руками. Что очень-очень важно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто делится моим эфиром. Спасибо всем, кто делится этим эфиром. Я всем вам очень-очень благодарен, потому что сейчас моя русская страница временно закрыта. И те, кто поделится, соответственно, они помогают моим другим друзьям тоже увидеть этот эфир. Теперь давайте поговорим о несправедливостях, которые уменьшают боеспособность армии. 44-дневная война, она не просто так была проиграна. У нее было очень много проигрышей. И я уже много раз говорил, что многие офицеры и венералы притворялись защитниками Родины, таковыми не являясь. То есть они одевают военную форму, занимаются грабежами, кушают завтрак, обед, ужин. Получают бесплатный бушлат, бесплатные ботинки. Грабят все, что только можно грабить в воинских частях. И плюс ко всему унижают солдат, которые во время 44-дневной войны показали себя именно вот так. Я хочу сказать, что я уже говорил в своем инстаграме тоже, что то, что произошло в Баку, где мы увидели макеты армянских солдат, привязанных цепями к своим пулеметам и боевым позициям, к сожалению, этих фотографий очень много. И они, да, соответствуют действительности. Это действительно правда, что отдельно взятые офицеры, в моем понимании моральные уроды, которым не подчинялись солдаты, да, отдельно взятые офицеры бросили своих солдат на постах, привязав их цепями. И то, что мы сейчас видим в Баку, да, это вот результат вот этой уродливости отдельно взятых офицеров. Я сегодня делал видео для моего инстаграма, где говорил о том, что то, что мы потеряли Мадагыз, Гадрудский район и Шуши, именно вот эти три, да, части, вот именно эти три населенных пункта, это не случайность. Почему я об этом сейчас говорю? Смотрите, вот задумайтесь, а почему мы потеряли именно Мадагыз, да, Гадрудский район и Шуши? Это не случайность, это не случайность. Мадагыз, весь армянский народ знает, что всегда говорили о том, что в Мадагызе издеваются над солдатами, всегда говорили, что в Мадагызе офицеры даже не закрывают свои пуговицы, ведут себя развязно, там очень много людей с вредными привычками, да. Мадагыз всегда был, так же, как и Гадрудский район, занимал первое место по нарушениям, грабежам и несправедливостям. И мне кажется, вот когда мы говорим, что мы верим Богу, да, и все происходит так, как хочет Господь Бог, я в этом не сомневаюсь, что в этот раз тоже произошло так, как захотел Господь Бог. А спорить мы с ним никак не можем. Это сделали не азербайджанцы, не противник, а в первую очередь, да, все, что с нами происходит, так желает Бог. Вот на данный момент это так. В Мадагызе ситуация не просто была удручающая, постоянное избиение солдат, да. Я расскажу вот вам маленький пример, когда я примерно год или год-три месяца тому назад обратился к пресс-секретарю министра обороны Армении Давида Томуяна. Я написал ей письмо, что ко мне обратились солдаты из Мадагысской воинской части с очень серьезными жалобами, что, во-первых, а, их очень плохо кормят, б, им практически не мерят температуру, когда они болеют, и, в, самое главное, я обратился к пресс-секретарю министра обороны Армении. Я написал ей, это была Шушан Степанян, она, кстати говоря, наша карабахская, гадрудская, вот, я ей написал, что Шушан, значит, в Мадагыси у нас очень страшная картина. У нас там воинская часть, где 200 солдат, значит, 200 мужиков, у них почему не идет? Скажите, у вас не получается репосты делать? Кто не может сделать репост, так же, как Инесса? Я, кстати говоря, после эфира комментарии открою. У вас не получается делать репост? У кого еще не получается, скажите? Сейчас узнаем, кто из наших друзей может комментировать, у кого не получается тоже делать репост, как у Инессы. Инесса, у меня закрыты только для подписчиков комментарии, я их открою после эфира обязательно. Значит, о Мадагыси, как я уже сказал, я обратился. Получилось у тебя, Арсен, репост сделать? Лилия Асланян, добрый день, дорогая Лилия. Получилось сделать репост, Арсен? Значит, в Мадагыси я обратился к пресс-секретарию министра обороны Армении. Я ей рассказывал о бесчинствах в этой части, о несправедливостях. И я ей сказал, что госпожа Степанян, значит, у нас там 200 солдат, и у них там туалет в этой воинской части, десятилетиями так было. То есть туалет из пяти получилось, видите. У Арсена тоже не получается. Странно. У меня получился. Спасибо большое. Я потом, вот после того, как эфир закончится, я открою комментарии, чтобы вы могли тоже сделать репост. Я не знаю, почему не получилось. Вот, смотрите, 200 солдат шли в туалет, где было пять дырок. Вот, представляете, да, как в советское время. Ребята утром просыпаются, им нужно до завтрака сходить в туалет. Представьте себе, какая безобразная очередь выстраивалась. Ага, Римма. Спасибо большое. То есть ребята, 200 человек ходили в туалет, где было пять дырок. И мне они жаловали, что, представь, драки происходят возле туалета. Почему? Потому что кто-то стоит в очереди, да, чтобы пойти в туалет, потом пойти на завтрак. А крутой солдат приходит, толкает вот эту очередь и говорит, я пойду в туалет. Вот, представляете, как можно было десятилетиями вот так унижать своих солдат, да. Что такое туалет с пятью дырками, что вы не могли нормально построить хотя бы 20, извините меня, отверстий, да, чтобы спокойно эти ребята шли в туалет. Значит, что происходило в конечном итоге? Из этих пяти дырок, прошу прощения за эти подробности, две дырки засорялись, да. Вот, представьте, вообще оставалось три. И бедные ребята все толпой в три вот эти дырки пытались сходить в туалет, чтобы пойти потом помыться и уйти на завтрак. Вот в каком состоянии была армия обороны Арцаха. И то интервью, которое дал сам Бабаян, он еще не все сказал. И это люди должны знать. И когда я говорю, что не случайно, да, мы потеряли Мадагы, Шуши и Гадрунский район, там было самое большое количество издевательств и грехов над человеческим достоинством. Когда мы 200 солдат заставляем, извините меня, бегать в туалет по большому в пять дырок, две из которых не работают, это издевательство над человеческим достоинством. И говорит, что армия обороны Арцаха и арцахские офицеры примерно такие, как в Израиле, это просто позор. И для карабахских телеграм-каналов, которые сидят меня критикуют, вы не думаете, что вы сумеете кого-то настроить против меня. Люди не дураки. Может, таких трусов каких-то вы можете настроить, которые украли оружие, которые прятались в подвалах, но умных людей вы не сумеете настроить. Ну и почему вы пишите обо мне? Вы пишите о том, как вы гнобили достоинство человека, гоняя 200 человек в туалет, где всего лишь пять дырок. И вы называете эту армию одной из лучших в мире? А как должен вообще воевать солдат, которого так унижают, который не может нормально пойти по большому в туалет? Вот чистая правда. И да, я думаю, что Мадагыз, где все время вся Армения слышала о самых страшных жалобах, это вот в какой-то мере Господь Бог устал от этих избиений, от кошмаров, от недоедания солдат. Просто устал. Может быть, мы исправимся, и Господь Бог нам вернет все, что отнял у нас. Но это уже будет зависеть от нас, а не от России, Франции, США, на которых мы все время пытаемся что-то свалить. Двигаемся дальше. Гадрудский район, да? Почему мы потеряли Гадрудский район? Ведь дело в том, что мы с вами уже знаем, что была прорыта дорога, по которой древесину тащили в Армению из Гадрудского района в город Шуши. Это сделали сами арцавцы, это сделали высокопоставленные арцавцы. Прорыли незаконным путем дорогу до Шуши из Гадрута, чтобы воровать древесину. И сегодня эти люди еще блогеров и журналистов критикуют. То есть сами преступники, которые совершили столько преступлений, всю жизнь так было и сейчас, они показывают, тыкают в лицо тем, кто говорит правду. Так вот, давайте зададим вопрос. Дорогие друзья, дорогие подписчики, пусть каждый задаст вопрос. А что за дрова тащили из Гадрудского района в Армению по 30-35 тысяч драмов, без налогов, без ничего продавали в Армению? Кто эти дрова резал? А знаете ли вы, что большая часть людей, которые готовили эти дрова, резали, это были бесплатные рабы в виде армянских солдат, которых армия обороны Арцаха вообще-то не имела права использовать для тяжелой физической работы. И это очень важно, чтобы каждый из вас знал, о чем не пишут, еще раз повторюсь, священники, армянские организации, они пишут только обо мне, потому что они боятся моей правды. Они пытаются уничтожить блогера, журналиста, чтобы заткнуть правду. Пишите о правде, что у нас, ну, в любом случае, Николай, в любом случае перетаскивали оттуда древесину. А что еще, я не знаю. Так вот, почему вы не пишете про рабство? Разве рабство в армии это нормально? Разве есть какое-то оправдание тому, что мы уничтожили достоинства армянского солдата, издеваясь над ним для того, чтобы обогащать карабахских генералов? Использовать как рабов армянских солдат, это страшный грех. И многие из этих солдат странным образом погибли. Некоторые, представляете, упали с ветки, на них упала вот эта электропила, отрезала одному вообще ногу, другой поранил себе руку. Мы не можем знать, какие еще чудовищные несчастные случаи были во время рабства армянских солдат, которые занимались рубкой леса. Но нет никаких сомнений, что это дети из бедных семей, которые не могли никому пожаловаться. И карабахская власть, карабахское военное командование, отдельно взятые генералы, использовали этих несчастных ребят для того, чтобы они им рубили дрова, продавали эти дрова туда же, в Армению, и эти деньги клали к себе в карман. Несомненно, эти ребята, которые бесплатно работали как рабы целых два года, они плакали, неизвестно, кто из них пытался убежать, пожаловаться. Нет никаких сомнений, что во всех этих случаях солдат добивали, убивали. И я хочу особо подчеркнуть, что во время Сержа Сархсяна и Роберта Кочаряна каждый год примерно 150 человек погибали от выстрелов снайперов. Мы не можем знать, сколько из этих смертей были на самом деле смертью от рук самих армянских солдат или офицеров, которые были также списаны на снайперов. То есть, это абсолютно точная информация. Поэтому мы все должны понимать, что когда кто-то говорит, что при Пашиняне много погибло парней, нет. У нас, если в год примерно 150 человек погибало во времена Хочаряна и Сержа, примерно за последние 20 лет, примерно 3000 солдат в мирное время погибли от рук или своих офицеров, или от выстрелов снайпера. И вот, возвращаясь к рабовладельческому строю в армии обороны Арцаха в Гадурдском районе, где они занимались вырубкой леса, каждый пусть задаст вопрос, какое имело право армия обороны Арцаха использовать армянских солдат для рабовладельческой деятельности. Речь идет о рубке леса, речь идет о строительстве дворцов, речь идет о многих других очень-очень страшных вещах. И поэтому эти солдаты ненавидели своих офицеров, эти солдаты не любили своих офицеров. Они как будто ненавидели эту землю, где они служили. И поэтому во время войны пришлось этих солдат, и мы видели, Баку показывал манекены, на цепях армянские солдаты, прикованные к цепям. У меня нет никаких сомнений, что это так и было. То есть армянских солдат приковывали к цепям. Этих фотографий и видео очень много, когда азербайджанцы только захватывают эти посты, и армянские солдаты прикованы цепями к земле. То есть до какой степени солдаты ненавидели своих офицеров, что офицеры их массивно заховывали в цепи для того, чтобы они убежали. Почему об этом не пишут армянские организации? Почему об этом не пишут кучаряновские телеграм-каналы? Почему вы не пишете это, чтобы люди читали? Для того, чтобы во всем обвинить новую власть. И несомненно, эти люди, которые приковывали цепями, которые убегали, которые воровали оружие, которые прятались в подвалах, эти люди и лают в этих телеграм-каналах против нас. Именно они делают фотошопы, тиктоки, пытаются оскорбить. А кого вы обманете? Вы Господа Бога не сумеете обмануть. Это абсолютно точно. Поэтому Гадруцкий район, он, мне кажется, был заполнен молитвами этих солдат, которые молили Бога, чтобы их избавили от этих бесчеловечных издевательств. И я говорю, что если мы говорим, что все происходит так, как хочет того Господь Бог, значит, действительно, эта территория была наполнена проклятиями этих солдат, которым не давали еду. Многие голодали просто страшно, по-страшному на послах голодали. Эту еду отнимали именно офицеры первооборонительного района. Напомню, что Мадагыз и первооборонительный были локомотивами по хищениям и воровству в армии обороны Арцаха. И третья точка, почему мы потеряли Шуши. Я думаю, что вот эти три точки, Мадагыз, Гадрут и Шуши, это не случайность, потому что в Шуши находится шушинская тюрьма. Вместо того, чтобы туда ловить генералов, которые заняты воровством золота и древесины, туда сажали бедных солдат, которые украли виноград, которые сами голодают, там, где их должны кормить бедные, крадут яблоки или виноград, их туда сажают. Мы видели очень много видео с вами в видеохостинге YouTube, как армянские арестанты жалуются на то, что туда, в Шушинскую тюрьму, входят не только работники тюрьмы, но и представители власти, которые избивали их до полусмерти. Это страшный грех призывать солдат в армию из-за воровства яблок и груш, сажать на серьезные сроки в Шушинскую тюрьму, потом их бесконечно избивать. Кто дал право заходить в Шушинскую тюрьму людям из окружения президента? Где это написано? Разве в законе Республики Арцах написано, что кто попало может заходить и вытворять такие вещи? Я в это абсолютно не верю. И это то, что наши солдаты, наши арестанты в Шушинской тюрьме десятилетиями над ними издевались. Эти люди, сидя в тюрьме, никому не могут пожаловаться, потому что у них бедные родители. Им некому было идти. И выйдя из тюрьмы, они продолжали проклинать Шушинскую тюрьму, где им доставили столько несчастья. Я верю в то, что Шуши был заполнен страшными проклятиями наших солдат, которых сажали в Шушинскую тюрьму. И там же в Шуши были построены дворцы, в том числе футбольным олигархом Армении, который туда приводил проституток и развлекался. Это Шуши, которые в 92-м году освободили наши ребята ценой своей жизни. Мы превратили в место, где мы мучили армян круглые сутки. И они круглые сутки, сидя в своих камерах, молили Бога, чтобы Он освободил их от этого кошмара и ужаса. Мне кажется, Господь Бог очень сильно устал от того, что Он видел, что Он в 92-м году избавил нас от бомбардировок, а азербайджанцы нас очень сильно бомбили. И теперь армяне издеваются над армянами. Вот от чего устал Господь Бог. Мне кажется, что в этом есть смысл. Почему я это рассказываю? Мы должны осознать, что мы не должны бить своих людей. И мы не должны убивать своих людей. Мы не должны нападать на своих людей. И мы очень сильно разразлили Господа Бога. Очень сильно разразлили. Мы не можем представить, какие страшные вещи там вытворялись, которые мы даже не знаем. И это похуже, чем то, что делали турки и азербайджанцы. Да, поэтому они противодействуют этой правде. Еще раз благодарю всех, кто поделится этим эфиром, потому что моя русская страница заблокирована, для того, чтобы максимальное количество людей увидело мой эфир. Сейчас я после эфира открою комментарии, и вы сумеете оставить свои комментарии. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok